Уже второй год подряд погода вносит коррективы в начало сенокосной кампании. В этом году оно снова начнется с опозданием на несколько дней. Всего в заготовке кормов примут участие шесть сельхозорганизаций. Ненецкая агропромышленная компания, СПК РК Заполярье, СУЛА, Великовисочный и Омский животноводческие комплексы и СПК ХАРП. В последнем побывала наша съемочная группа Алина Войучейская с подробностями. Подошла к концу первая декада июля, но кормозаготовительная кампания не началась еще ни в одной сельскохозяйственной организации. Виной всему июньский поводок и очень дождливое лето. Впрочем, хозяйственники не отчаиваются. В Красном, например, сенокос планируют начать уже 15 июля. За два дня до этого на участки для сбора сена и сенажа отправится бригада механизаторов. В их числе и Владимир Рочев, тракторист сельхозской оперативы ХАРП. На сенокос ездят уже больше 30 лет, но такого дождливого лета на памяти Владимира Альбертовича уже давно не было. А ведь начинал косить еще мальчишкой. В какой-то 80-е годы был дождливый год. Все дожди, сено, силу сделали. Что делать-то больше? Все дожди было, сено не поставишь. Было плохое. А вот последние годы, ну хорошо было. Было вот солнце. И успевали быстро сделать. В прошлом году, несмотря на сложные условия, собрать сено хозяйственникам все же удалось. Но его не хватило. Уже в начале июня этого года коров стали кормить сеножом. Из-за этого незначительно, но снизили седо и молока. Чтобы не допустить аналогичную ситуацию, хозяйственники планируют увеличить объемы заготовки. Сено порядка 140 тонн, сеножа 136 тонн. Луга затопляемая, почва суглинистая, подпора воды мощная, да плюс еще погода такая, считайте, вот сейчас практически 10 дней все. То есть, если не утром, то вечером дождь обязательно. Низинная луга, все прочистки находятся еще в воде. То есть, нужен определенный период времени, чтобы эта водичка ушла с лугов. Естественно, травостой немножко окреп на этих низинных участках. Соответственно, если мы планировали выход не раньше 10-го, значит, мы немножко, скорее всего, только заезд может быть. У нас будет 13-14 числа. Ну, соответственно, если погода позволит, обкос лугов начнет с 15-го. Что касается других хозяйств, позже всех, после 20 июля, заготовку кормов начнут животноводы Великовисочного. В сельхозкой оперативе СУЛА кормозаготовка на некоторых участках уже началась. Всего хозяйства округа планируют заготовить примерно 6,5 тысяч тонн кормов.